Здравствуйте! В студии Наталья Панина. Вы смотрите новости на телеканале Причал. Главные темы выпуска. Резиновые сапоги – пик камчатской моды. Синоптики надолго обещают Камчатке дождливую погоду. Полторы сотни бутылок с вином, более полутора тысяч пачек сигарет будут раскатаны бульдозером. Полицейские уничтожат конфискат. Собачья работа. Кинологи Дальнего Востока вместе со своими питомцами проходят аттестацию на Камчатке. Инвестиции в интеллект. История страны, рассказанная в почтовых марках, представлена на 4-й камчатской филателлистической выставке. Самолет застрял в грязи над взлетной полосе в Усть-Большерецком районе. Инцидент произошел около полудня в четверг во время выполнения рейса «Озерновский-Петропавловск-Камчатский». Самолет Л-410 не смог взлететь. Он застрял в размытом дождем грунте. 15 пассажиров и два члена экипажа отделались легким испугом. А вот воздушному судну не повезло. При попытке вызволить его с помощью «Урала» было повреждено шасси. Теперь самолет ждет ремонт. Людей доставили в краевой центр другим бортом. По факту происшествия, Камчатская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения закона о безопасности полетов. Камчатку заливает. За неполный октябрь на полуострове выпало почти две месячные нормы осадков. Только за сутки в Петропавловске зафиксировано 83 мм осадков. С начала октября этот показатель составил 170% от месячной нормы. В региональном гидрометеоцентре сообщили, непогода здесь надолго. Так, японский циклон, влияние которого ощущается в эти дни, также в Елизовском и Усть-Большерецком районах, будет царить на полуострове до пятницы включительно. Этот атмосферный вихрь притянулся по всему Охотскому морю, вплоть до японских островов. Его влияние на большей территории Камчатки еще будет ощущаться и испортит погоду в выходные. Правда, как отмечают синоптики, дождь будет не такой обильный. На несколько ближайших дней ожидается пасмурная и сырая погода. Для Камчатки разработают инвестиционную стратегию. Эту работу ведет фонд «Центр стратегических разработок». И вот специалисты на днях завершили первый этап работы на полуострове. Подробности у Анжелы Николюк. В ходе первого этапа специалисты Центра стратегических разработок встретились с Камчатским бизнес-сообществом, инициаторами конкретных инвестиционных проектов, и выяснили, какая помощь им необходима и насколько активно в решении этих вопросов участвует региональная власть. Представители фонда поработали также в Елизовском, Усть-Большеринском, Тегильском и Пенжинском районах, после чего обсудили варианты стратегии с губернатором края. Край только начал движение, допустим, с точки зрения улучшения инвестиционного климата. Практически первый за территорией, за Уралом край, который двинулся в этом направлении. Понятно, что это очень сложный процесс. Он занимает несколько лет, невозможно в течение нескольких месяцев добиться каких-то больших успехов. Но если не сделать этого первого шага, никогда не достигнешь цели. И этот первый шаг сделан. В итоге специалисты должны аргументировать, что именно необходимо развивать на Камчатке и в какой последовательности для того, чтобы быть привлекательной для потенциальных инвесторов площадкой. Я не думаю, что кто-нибудь ожидал, что вот приедут там умные консультанты из Москвы и откроются всем глаза и скажут, что не нужно развивать рыбные отрасли, не нужно развивать туризм. Исторически развивались эти отрасли здесь, они будут развиваться без сомнения. И сельское хозяйство развивается и будет развиваться. Задача не в том, чтобы открыть какие-то новые глаза, а наоборот сделать некие блоки хорошо интегрированных друг с другом решений, каждый из которых будет повышать конкурентоспособность, повышать положительные эффекты и нивелировать отрицательные. Мы как консультанты не ставим себе задачу вам что-нибудь эдакое придумать, чего вы еще не знаете. Мы хотим сделать таким образом, чтобы мы определить, помочь вместе с вами, с вашими специалистами, определить приоритетность в развитии тех или иных отраслей, последовательность шагов. Главная задача фонда – помочь региону определить приоритеты в развитии отраслей, последовательность шагов, которые с наименьшими затратами приведут к наилучшим эффектам. Инвестиционный стандарт для органов исполнительной власти утвержден агентством стратегических инициатив, председателем которого является президент России. Норматив направлен на создание инвестиционных условий для вхождения на территорию субъекта потенциальных инвесторов. Этот стандарт включает в себя 15 основных позиций, которые непременно должны соблюдаться в каждом регионе. Обязателем для каждого субъекта он станет в 2014 году, но в Камчатском министерстве инвестиций решили не ждать. Первым и основным, самым главным элементом инвестиционного стандарта является разработка каждым субъектом инвестиционной стратегии. Все проблемы должны быть проанализированы, сделаны предложения и рекомендации всем органам государственной власти, предпринимательскому сообществу. Кроме этого, должны быть определены до 2020 года перечень приоритетных инвестиционных проектов с необходимой инфраструктурой транспортной, коммунальной, энергетической для развития этих проектов. В конце декабря разработанная фондом на 8 ближайших лет стратегия должна быть представлена, а ее реализация начнется в 2013 году. До этого специалисты центра еще не раз побывают на полуострове. Заметим, что созданный в 1999 году Центр стратегических разработок является автором десятка проектов, среди которых проекты по развитию монопрофильных городов, особых экономических зон и концепции развития пенсионной системы России. Анжела Николюк, новости, телекомпания «Причал». Под бульдозер пойдет конфискат, который хранился у полицейских рая на протяжении 2011-2012 годов. В списке алкоголь, сигареты и контрафактная спортивная одежда. Все это, конфискованное по решению суда, передано на уничтожение судебным приставам и управлению Росимущества края. Владельцы семи предприятия штрафованы на общую сумму почти в 100 тысяч рублей. Административное наказание назначено за нарушение правил торговли алкоголем и табаком. На общую сумму 30 тысяч рублей штрафованы три предпринимателя за незаконную продажу одежды с товарным знаком «Адидас». Продукция была изъята сотрудниками отдела организации применения административного законодательства МВД России по Камчатскому краю в ходе проведения рейдов в городе Петропавловск-Камчатске в 2011-2012 годах. Всего передано 150 бутылок алкогольной продукции, более 1 тысячи пачек сигарет, а также несколько десятков спортивных товаров. В ближайшее время весь конфискат будет уничтожен. Собаки спешат на помощь. На Камчатку съехались кинологи со всего Дальнего Востока вместе с питомцами. Репортаж Анжела Николюк. Ай, молодец! Молодец! Какая собака молодец! Это не совсем обычные сборы. Главные экзаменующиеся здесь собаки. Кинологи и волонтеры съехались на аттестационные испытания из всех городов Дальнего Востока. Тренировки проводятся несмотря на дождь и ветер. Как известно, в реальных условиях люди теряются в любую погоду. Кинолог и собака. И собака без кинолога ничто не значит. И кинолог без этого биологического прибора тоже не смог бы работать. Поэтому взаимодействие в таких сложных погодных условиях, оно просто немножко другое. Здесь нельзя сказать хорошо или плохо. На самом деле эту оценку даст жизнь. То есть тогда, когда собаки будут реально применяться. Среди хорошо зарекомендовавших себя в этом деле пород – ретриверы и испаниели. Собаки показали судьям свое послушание и ловкость, а также умение искать пропавших людей в природной среде и техногенных завалах. Покажите где? Покажите где? Покажите где? Покажите где? Вот, вот. Верно. Весьма трудная задача у статиста. Того, кто, изображая пострадавшего, вынужден подолгу прятаться под завалами и стараться не подавать признаков жизни. Юрий Рыбалочка в прошлом подводник и в замкнутом пространстве способен находиться довольно долго. Он утверждает, что собакам не подсказывал. Я служил на подводной лодке, поэтому к краусофобии не страдаю. Ну, приятного мало, скажу честно. Не волновался, чувствовал себя спокойно. А вот собачки, не знаю как, ну, вроде все меня нашли. Вы подсказывали? Не знаю, может я как-то пахну необычно, но меня, по-моему, все нашли. Нет, сказали им никаких сигналов не подавать, наоборот, как бы быть незаметным. Судьи убеждены, на таких сборах выявляются ошибки, допущенные и хозяевами, и собаками во время обучения. И в реальной работе повториться не должны. Всего в аттестации участвуют более двух десятков кинологических расчетов со всего Дальнего Востока, которые работают в системе МЧС России. Кроме штатных кинологов, испытания проходят и камчатские волонтеры, у которых нет возможности прилететь на аттестацию в другой город. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Где-то он упорный, упрямый, где-то я. В каждом бывают небольшие конфликты. Она так, вполне собака устраивает, очень хорошее чутье, великолепно работает. Природная среда, это вообще у него просто замечательно. Ему это нравится, это самое главное. Притомец Екатерины Болдиной Шнек поиск людей воспринимает как увлекательную игру. Найти и обозначить пропавшего – для него лучшая награда. Ездили на охоту, он еще охотится помимо этого. И два друга ушли в тундру. Там прикорнули. Их искали, искали, спросили Шнек, где люди, где любимый мячик. Он людей нашел, обозначил, своим лайм разбудил. И правда, немножко они были недовольны, что их разбудили. Но в тундре лучше разбудить, чем замерзнуть. Индивидуальный этап у кинологов уже пройден. Впереди командные состязания. Все кинологические расчеты объединятся в пять команд. И за минимальное время должны будут найти пропавших людей в условиях и природной, и техногенной среды. Анжела Николюк, Виталий Егоров. Новости, телекомпания «Причал». Тот, кто живет на Камчатке, знает, каких сил требует жизнь и работа вдали от цивилизации. Особенно, если от действия команды зависит энергетическое благополучие самых крупных населенных пунктов полуострова – Петропавловска, Елизова и Вилючинска. На Мутновских геотермальных станциях, которые почти девять месяцев в году изолированы от внешнего мира, прошел конкурс профессионального мастерства. Специалисты разного профиля доказали – им не страшна никакая чрезвычайная ситуация. Что за испытания пришлось пройти работникам станции, рассказывает Людмила Крупенчик. В середине октября в кальдере вулкана Мутновский, где располагаются две геотермальные станции, уже зима. И если на территории предприятия снега чуть ниже колена, то окружающие горы, сопки и дорога через перевал покрыты плотным ковром полуметровой толщины. Уже через пару недель сюда можно будет добраться только на вездеходе, и то при хорошей погоде. Изолированность и отдаленность станции диктуют свои правила. Нужно быть готовым к любой нештатной ситуации. Регулярно на Мутновке проходят тренировки и учения, одним из видов которых стал ежегодный конкурс профессионального мастерства. Данные соревнования необходимы для подготовки и обмена опытом среди профессионалов различных профессий. Здесь оценка идет как личных знаний, так и уровень персонального мастерства, работы в команде. Наш георист – чего ходим, того добьемся, туда ходим, туда пробьемся. В этом году в конкурсе участвуют три команды из разных подразделений станций. В каждой по семь человек рабочих профессий – электрики, слесари, турбинисты, повара. В течение дня им предстоит одолеть пять заданий, среди которых теория, практика и отработка действий на случай ЧАЭС. Работники электростанции должны ловко управляться с применением первичных средств пожаротушения. На таком производстве высока опасность короткого замыкания и, следовательно, пожара. Поэтому здесь очень важна четкая и слаженная командная работа. Работа на Мутновке, конечно же, очень сложная и требует большого внимания, слаженности действия коллектива. И сейчас бывают такие сложные ситуации, что без помощи товарища, например, по работе невозможно выполнить ту или иную задачу, поставленную перед нами. Звонок на главный щит управления, прокладывание пожарных рукавов, попадание водой из ствола в мишень, ликвидация возгорания огнетушителем – и все это на максимальной скорости. Еще один важный навык – умение пользоваться противоловинным оборудованием. В месте, где снег порой сносит линии электропередач, это жизненная необходимость. Бипер, щуп и лопата с их помощью можно спасти попавшего в беду. Впрочем, вытащить человека из завала, будь то снежная лавина или обломки стен после землетрясения – это еще полдела. Все работники ГИОЭС обязаны уметь оказать первую помощь. К нам, особенно зимой, никто не приедет, только сами. Плюс здесь фельдшер находится. Знание приемов спасения и методов первой помощи – это, безусловно, важно. Но и о профессиональных навыках забывать не стоит. Судьи оценивали и теоретические знания, и практически. Каждой команде был предложен кроссворд, составленный по вопросам нормативно-технической документации. Наука в измерениях, методах и средствах обеспечения их единства. Пока одна команда вспоминала, как называются приборы, которыми они изо дня в день пользуются, другие показывали свои навыки в ремонте. Одно из конкурсных заданий – восстановить участок трубопровода с применением грузоподъемного механизма и сварочных работ. И здесь учитывается сразу несколько факторов. Правильность проведения работы, соблюдение техники безопасности в соответственное время, за сколько бригада справилась с работами. Все специалисты Мутновских геотермальных станций работают вахтовым методом – 15 через 15. Они уже привыкли по две недели находиться в горах, вдали от родных. Стоит отметить, что условия жизни на ГИОЭС довольно комфортные. Удобные комнаты, зона отдыха и даже две столовые. Повара также несут вахту. И для них был организован отдельный и самый вкусный этап конкурса – любимый пирог. Вот пирог блинный, многослойный. Пожалуйста, попробуйте. При подведении итогов комиссия учитывала уровень знаний, а также качество выполнения заданий. Лучшей ремонтной бригадой стала команда Верхнемутновской ГИОЭС «Дуга». Второе место завоевал турбинист – специалисты турбинного цеха. Третьей стала команда электроцеха «Контакт». Без награды не остался никто. Каждый получил денежную премию, диплом и поощрительный приз. Но главное – все понимают, что трудятся в связке, и неграмотные действия одного могут отразиться на работе всей станции. Поэтому без обид и выяснения отношений отправились уничтожать вкуснейшие пироги. Результаты конкурса поваров. Людмила Крупенчик, Сергей Кибец. Новости. Телекомпания «Причал». Первая марка в мире – конверт, погашенный в год, когда Юрий Гагарин полетел в космос. Почтовые ящики разных эпох. В Камчатском выставочном центре открылась филателлистическая выставка 2012. Экспозицию увидела Ирина Васильева. «Черный пенни» – это первая марка, выпущенная в 1840 году. Как вы видите, она еще идет без зубцов. На ней изображена королева Виктория, 19 лет, от роду. Самая старинная марка в мире, блок которой по случайности был найден во время ремонта в одном из английских домов. Первая российская марка. Здесь, на филателлистической выставке в КВЦ, есть на что посмотреть. 3000 марок, родившиеся в разные века, в разные исторические эпохи. Более редкие – это царские империи, наверное. Это при Николае, когда были, наверное, марки. То есть царская империя, дореволюционные. По некоторым маркам можно действительно изучать историю. После революции 1917 года у молодого правительства не было денег на разработку и выпуск продукции для отправки почты. Поэтому, недолго думая, большевики гасили царские марки изображениями красной звезды. Спорт, живопись, литература, туризм, космонавтика, религия. Почтовые миниатюры на разнообразную тематику прибыли из десятков стран, в том числе и тех, которых на глобусе уже не найти. Инвестируешь в марки – инвестируешь в интеллект. Выставку «Ко дню города» под таким девизом Камчатский филиал «Почты России» проводит четвертый год подряд. По тому, как проводит человек свой досуг, это определяется культурный уровень человека. Сейчас мы здесь, на этой выставке, призываем молодежь нашего города и края инвестировать свой интеллект, изучать эти маленькие окна в мир, через которые люди могут увидеть очень многое в истории нашей страны, в истории нашего края. Но не одними марками живет эта выставка. Здесь и полторы тысячи конвертов со спецгашением. В том числе и со свежими штемпелями, сентябрьскими, проставленными в честь присвоения Петропавловского статуса, город воинской славы и юбилея Камчатни-Ро. Экспонаты из собственных фондов «Почты России», частных коллекций, а также полученные по обмену из регионов. У нас есть серия конвертов, которая посвящена космической тематике. По обмену из Калуги, из Калужского почтам, были присланы конверты, которые изданы, произведены в спецгашении еще в 61-м году. У нас есть такой памятный конверт, он находится на наших стендах. На выставке представлены почтовые ящики разных эпох. Отдельные стенды рассказывают об этапах развития службы на Дальнем Востоке. Не ожидал того, что наше Камчатское отделение почтовое может вот такую широкую экспозицию выставить здесь, в КВЦ. Я, в принципе, не видел филателлист, то есть как маленький коллекционер, просто услышал от знакомых, что здесь вот будет такая выставка. В общем-то, по пути заходил просто зайти ненадолго и что-то задержался, в общем-то, очень так, длительное время. Викторина, флешмобы, подарки эрудированным посетителям. Многим достаются сувенирные письма с особыми, теперь уже редкими, печатями. Сергуч полностью вышел из употребления, уступив место современным технологиям. Организаторы постарались разнообразить ход выставки. Выставка Почты России в КВЦ проработает до часа дня 19 октября. Вход на нее свободный. Ирина Васильева, Любовь Ермак, новости, телекомпания «Причал». Нынешний сезон в Камчатском театре драмы и комедии будет юбилейным. Он откроется 19 октября премьерой древнегреческой комедии «Лесистрата». На генеральной репетиции побывал Игорь Александров. «Лесистрата» — это женское имя, в переводе с греческого означает «разрушительница войны». Так назвал героиню своей пьесы гротеско древнегреческий комедиограф Аристофан. «Какой кретин прятал вас за крепостную стену и выдумал свой дикий карантин?» «Должна предупредить тебя я сразу. Полегче, парень. Ты не на плацу. Еще одну такую скажешь правду и тотчас же получишь по лицу». Фантазия, написанная в IV веке до н.э. повествует о том, как женщины хитростью и шантажом своей интимной неприкосновенности добились того, чего не смогли мужчины. Остановить братоубийственную войну между Спартой и Афинами. «Самое главное — это любовь. Война — это как средство, как оригинальность. Просто Аристофан писал в свое время, когда действительно была война, и он выбрал вот этот оригинальный сюжет, сделал на эту тему. Что женщины таким образом якобы, но они же за любовь, они же за мир, а это всегда актуально. То есть, конечно, попадают какие-то созвучия, у нас что, мало войн». Женская сексуальная забастовка начинается, как и всякая другая, со сговора. Главный возмутитель спокойствия и есть ли сестрата. С помощью уговоров и морального давления она убеждает своих товарок укрыться в Акрополе и отказаться от общения с мужчинами. «Его люблю, люблю я, но любви моей ему не надо. Лучше не зови меня!» «О чем ты там, Мириночка? Любовь моя! Сойди скорее ко мне!» «Ни за что! Нет, нет!» «На голос мой ты не придешь, Мириночка!» «Ох! Тебе меня не нужно! Так зачем идти?» «Что говоришь?» Женщины уверены, рано или поздно любовный голод заставит мужчин пойти на примирение с противником. «Орудие-то уж больно такое трепетное, но мне кажется, оно единственное правильное в том смысле, что только слабостью своей мы можем противостоять силе. Только отказав в любви, в ласке, во внимании своем, мы можем переубедить мужчину, сдвинуть его с постамента самоуверенности, и самомнение какого-то». «И здесь ничего нового. Все появилось задолго до 21 века. Интрига, шантаж, коварство, хитрость и, конечно, любовь и верность». «Готовы раззвонить во все концы, что вы весьма бездарные супруги и крайне бесталантные отцы». Оригинальная версия пьесы «Али Сестрати» довольно фривольна. В камчатской постановке это удалось до предела смягчить, чтобы не обращать эстетического наслаждения зрителя при просмотре премьеры. Она будет, конечно, не единственная в этом сезоне. «Юбилейный он, не юбилейный, но мы должны, наша простая работа, искать пьесы, репетировать и играть в спектакли, чтобы в зале были зрители, чтобы вести с ними диалог эмоциональный или разумный. И у нас в планах есть пьесы, и мы надеемся, ну, на 90% точно совершенно, нам хочется, чтобы обратиться в этот юбилейный сезон к каким-то истокам театральным». За этими словами скрывается желание поставить «Волки и овцы» Островского, что-нибудь из современной драматургией, экспонаты Дорненкова, например. Военная тематика тоже не останется незамеченной. Это только часть премьер, а еще будут любимые зрителям спектакли репертуара прошлых лет. Так что в 80-м театральном сезоне будет что посмотреть. Игорь Александров, Наталья Филиппова, телекомпания «Причал», новости. Катер затонул у берегов Усть-Большерецкого района в ночь на пятницу. Экипажу удалось спастись. Маломерное судно «Сибас» с экипажем из трех человек вышло вечером из устья реки Апала в сторону поселка Озерновский. Уже через полчаса катер захлестнуло волной, и он начал тонуть. С берега происшествия увидели двое рыбаков, которые на резиновой лодке подошли к терпящим бедствия и пересадили их к себе. Однако из-за волнения на море вернуться обратно не получилось. Пять человек всю ночь штормовали в резиновой лодке в 15 милях от берега. И утром в 7 часов, проходящий мимо транспортный рефрижератор, капитан Кириченко, порт переписки Санкт-Петербург, поднял всех на борт себе. На данный момент они находятся на борту Кириченко. Судно закрытая граница, он находится за 12-мильной зоной. И сейчас решается вопрос о передаче всех спавшихся на берег с пограничниками, с МЧС. Притон, где готовили и употребляли так называемый винт, ликвидировали камчатские наркополицейские. В этом году он стал уже десятым. Хозяев квартиры и их шестерых гостей оперативники застали врасплох. Как раз в это время шла бойкая торговля дурманом. Среди покупателей оказалась и женщина на восьмом месяце беременности, мать двоих детей. Дама приобрела у хозяев два шприца с наркотиком. Во время досмотра изъяты приспособления для домашнего изготовления наркотического средства первитин и сам дурман. Проводятся следственные действия по выявлению всех участников организации наркопритона и экспертизы изъятого. Все гости нехорошей квартиры привлечены к административной ответственности. Управление ФСКН России по Камчатскому краю обращается к жителям нашего полуострова, нашего города. Не быть равнодушными и сообщать о всех фактах. Если у вас есть подозрение о том, что где-то организован наркопритон, сообщать нам по телефону доверия 460770. Анонимность гарантируется. У резонит дебошира и поможет не перейти черту. Сотрудник Мельковского отдела полиции победил в региональном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый». За Ивана Ёткина проголосовали 617 человек. Подробности в репортаже Игоря Александрова. Ранее он служил в Петропавловске и в большей степени своей победой обязан именно горожанам. В свою новую должность участковый вступил чуть более трех лет назад, но даже за столь короткий срок пришелся по нраву своим подопечным. Молодой, активный, в чем-то справедливый, да не в чем-то, а такой нормальный пацан, отзывчивый. То есть на проблемы реагирует очень хорошо. О чем не вопросишь, быстренько решает, быстренько все разговаривает, приводит все в порядок. То есть такая работа активная. То есть живой человек. В зоне ответственности Ивана Ёткина село Пущенное Шаромы с общим населением 700 человек. Участок Мильковской трассы длиной 74 километра, а еще охотничьи угодья и нерестовые реки. Не самый комфортный участок. Однако участковый везде успевает. Кому-то помочь, кого-то просто приструнить, а кого-то и привлечь к ответственности. В любое время, я ему в названии, он в любой час тут же появляется. Не было такого, что там ему некогда или еще что-то. Ночью, днем, по первому зову, Иван Владимирович у нас появляется. Везде на объектах, где нужно. Самое главное для участкового – это доброе человеческое отношение к людям. Помогает знание психологии, понимание того, кто из жителей на что способен. Благодаря этому не так давно ему удалось предотвратить в Шаромах случай суицида. Первый, который пришел ко мне домой, познакомился, представился, поговорил, сказал, что он участковый. Ну, в общем, я впервые так же расположил себе. Потом он приезжал сюда в школу, какое-то занятие он проводил с детьми. Детям он очень понравился. Ну, одним словом, это такой участковый нормальный у нас. Хороший очень. Кроме того, что Ивану Юткину удалось добиться расположения сельчан за короткое время службы, он на участке сумел навести общественный порядок. Мальчишки меньше хулиганят, водители побаиваются садиться за руль нетрезвыми. Отсюда и соответствующая оценка его службы руководством отдела. Иван по характеру спокойный, уравновешенный, добрый, отзывчивый. Даже не в служебное время можно его попросить. Всегда окажет помощь, содействие в тех или иных вопросах. Именно вот с ним можно было бы даже пойти в разведку куда-то, в рейдовое мероприятие. И я думаю, свое бы подставил плечо, прикрыл бы спину, я думаю, немедля. Сейчас победитель в отпуске, но впереди его ждет борьба за победу на заключительном этапе всероссийского конкурса. Камчатцы смогут поддержать своего победителя в онлайн-голосовании на интернет-сайте «Комсомольская правда». Оно начнется 5 ноября в 17 часов по камчатскому времени. Игорь Александров при поддержке пресс-службы Краевого ОМВД. Телекопание причал. Новости. Создать на Камчатке ассоциацию каюров предлагает Оргкомитет Беренгии. Подготовка к гонке на собачьих упряжках 2013 года уже началась. На первом заседании Оргкомитета, кроме особенностей проведения, обсуждался вопрос развития гонки как праздника краевого масштаба. Также внесено предложение о создании общественного объединения каюров Камчатки, о возрождении наставничества в области ездового собаководства, о закреплении традиций Беренгии путем проведения регулярных соревнований на уровне населенных пунктов и районов края. Решено ежегодно посвящать гонку определенному подвижнику, ветерану ездового спорта, многократному чемпиону Беренгии и другим деятелям, внесшим весомый вклад в развитие ездового собаководства. Эта гонка впервые прошла в 1992 году и с тех пор обретает все большую популярность за пределами полуострова. Так, фотовыставка «Беренгия. Дух севера» побывала в нескольких российских городах, а на днях завершила работу в США. Юбилей празднует сегодня один из самых выдающихся камчатских музыкантов. Валерию Кравченко исполнилось 70 лет. Пианист известен и на полуострове, и далеко за его пределами. После гастролей он получил признание публики в США, Японии, Израиле, Франции и других странах. Выступает как солист и концертмейстер. Валерий Кравченко преподает в Камчатском колледже искусств. Также он показал себя как блестящий автор книг и многочисленных очерков о деятелях культуры края. На полуострове музыкант и журналист живет более 40 лет. С юбилеем его пришли поздравить близкие друзья, коллеги, представители власти. Мы вас любим, мы вас обожаем. Интеллигентнейший, высокопросвещенный. Замечательный. Это, как мы говорим, просто сейф истории культуры. Который он иногда дверцу приоткрывает, оттуда информацию выдает. И мы думаем, откуда вообще, откуда все это хранитель истории культуры Камчатского края. Вас любят все жители Камчатского края. Свою любовь и признательность вам, горожане, уже выразили, избрав вас почетным гражданином нашего города. И, наверное, действительно, нам всем Камчаталам очень повезло, что в свое время, некоторое количество лет назад, в этот день, как выяснилось, боженько поцеловал вас в макушку. Новый символ счастья и семейного благополучия. Петропавловск украсила пованная скульптура «Дерево любви». Его установили на берегу Култучного озера, возле памятника святым апостолам Петру и Павлу. Место было выбрано с учетом реконструкции исторического центра краевой столицы, которое начнется в следующем году. Первые молодожены, несмотря на плохую погоду, уже сфотографировались возле дерева. В будущем вокруг скульптуры появится ограда, на которой молодые пары смогут вешать символические замки. Идея создания «Дерево любви» принадлежит молодежи Петропавловска. Инициативная группа разработала проект, под реализацию которого был выделен специальный грант. В Львове мы сидели пили чай осенью 2010 года и обсуждали, что неплохо бы было вот это в городе, вот это. И тут нам как-то синхронная мысль пришла. И мы решили, что мы хотим дерево для молодоженов. Мы не знали, как оно будет выглядеть. То есть обратились к профессионалам, которые изготают у нас кованые скульптуры. Мы говорим, вот мы хотим вот что-то такое, и вот такое, и вот такое. Он сказал, я понял, что вы хотите, нарисовал. Нам принесли эскиз, мы сказали, да, мы хотим вот это. И вот потом началось долгое, двухгодичное оформление. Скульптуру выковали камчатские кузнецы. Два ствола, переплетаясь, образуют сердце, символизирующее единство и преданность влюбленных. Листья также изготовлены в форме небольших сердец, а в кроне дерева расположены птицы. Естественно, всегда делать интересную, хорошую, интересную работу. И при этом, если ты знаешь, что эта работа будет украшать наш город, это по меньшей мере приятно.